БМВ представила шестое поколение своего флагманского седана 7 серии. Обычно о ценах и комплектациях я говорю в конце обзоров и тестов, но в данном случае начну все же с цен. Возможно, дальше вам просто смотреть не захочется. Но с другой стороны, новая семерка, сколько бы она ни стоила, это средоточие современных технологий. Тем, кто по-настоящему интересуется автомобилями, послушать про новую модель будет интересно по определению. Итак, начальная цена автомобиля версии 730D – 5 миллионов 290 тысяч рублей. Предыдущее поколение в подобной комплектации стоило 4400, то есть почти на миллион дешевле. В этой версии под капотом трехлитровый турбодизель мощностью 265 лошадиных сил. Второй бензиновый мотор устанавливается на версию 750i. Под капотом V-образная восьмерка объемом 4,4 литра, развивающая 450 лошадиных сил. Начальная цена седана с таким двигателем – 6 миллионов 170 тысяч рублей. Лонг-версия стоит 6 миллионов 850 тысяч. Но как бы печально не выглядели цены, поговорим все же про автомобиль. В семерке вернулись стремительные акулообразные формы, которые всегда так нравились ценителям марки. Во внешности вновь больше агрессии и динамики, чем солидности, хотя перед нами представительский седан, а не спорткар. Модель построена на полностью новой платформе, которая теперь будет использоваться для всех автомобилей с продольным расположением двигателя, в том числе кроссоверов X-серии. Впервые применена новая конструкция кузова, представляющая собой сложное сочетание высокопрочных сталей алюминия и углепластика. В сравнении с предыдущим поколением автомобиль весит на 130 килограмм меньше. Разработчики, естественно, утверждают, что в основе их работы был оптимальный баланс между удовольствием от вождения и комфортом, но схематически подвеска осталась прежней. Зато теперь все семерки будут оснащаться пневматической подвеской и получат электронно управляемые амортизаторы. На всей версии, начиная с базовой, будут устанавливаться подруливающие задние колеса. Угол поворота всего 3 градуса, но, опять-таки, по утверждению производителя, это значительно улучшит маневренность на маленьких скоростях и устойчивость на высоких. Также умная подвеска будет адаптировать шасси под конкретный тип дорожного покрытия. С помощью стереоскопической камеры электроника будет определять состояние дороги и заранее зажимать или распускать подвеску. В базе на всех версиях будут устанавливаться полностью светодиодные фары. За доплату доступны новые лазерные фары. До сих пор они устанавливались только на гибрид i8. Эта оптика способна светить на 600 метров и при этом не ослеплять водителей встречных автомобилей. Адаптивный круиз-контроль может управлять автомобилем в пробках, удерживать машину в своей полосе и автоматически парковать автомобиль и даже загонять его в гараж без участия водителя. В салоне большой сенсорный дисплей в основе совершенно новой мультимедийной системы. Электроника не только способна выполнять голосовые команды, но и понимает жесты, благодаря чему можно увеличить или уменьшить громкость музыки, принять или отклонить звонок или просто отключить экран. Еще одно интересное решение – планшет, который устанавливается между задними сидениями. С его помощью можно управлять климатом, музыкой, навигацией, настраивать сидения и, конечно, выходить в интернет. Сам планшет, конечно, сделали не в BMW, это 7-дюймовый Samsung на операционке Android, который, правда, одет в фирменный чехол. Естественно, в салоне представительского седана от BMW установлена шикарная музыка, 4-зонный климат-контроль, особые светильники с рассеянным светом, массажные кресла, ну и так далее и тому подобное. Единственное, чего здесь пока нет, так это джакузи, но через пару лет будет рестайлинг и тогда, возможно, в салоне 7-й серии получится, не выходя из интернета, принять ванну.